Всем привет и добро пожаловать на мой канал, меня зовут Юля. Сегодня я вооружилась ножом и ножницами, а это означает то, что мы будем вскрывать посылки. Мне приехало достаточно много посылок в последнее время. Вот столько это L'Etoile, Beauty Bay, посылка от бренда Alex Skin, Ozone. И также вот такой вот страшный пакет от Wildberries. Да-да, Wildberries мне присылает посылки именно вот в таких страшных пакетах. Я не знаю откуда эти влогеры берут красивые фиолетовые пакеты с Wildberries. Мне в таких не привозят. В общем, если вам интересно, то обязательно продолжайте смотреть. А мы поехали! Давайте начнем вскрытие с пакета Wildberries, потому что там находится палетка теней, которую я жду уже очень давно. Я буквально месяц заходила и каждый день смотрела на эту палетку. Настолько сильно мне ее хотелось. Поэтому давайте начнем со страшного пакета. Итак, в пакете у меня была сама палетка, которую мы откроем чуть-чуть попозже. И два вот таких вот запакованных средства. Что это за средства? Дело в том, что я в последнее время увлеклась чтением составов. Перерыла всю свою косметику уходовую, конечно же. И обнаружила то, что есть много средств, которые либо просрочены, либо которые мне не подходят. Я стала теперь вести учет этих средств. Я буквально теперь записываю в файлик в Excel средства, его состав, хороший или плохой состав, срок годности, когда закончится. И также, с какой срок годности у меня остался после вскрытия. В общем, я теперь провожу большую работу. И я решила то, что мне нужно поменять мой уход на более натуральный и посмотреть, уйдут ли у меня воспаления. Собственно, с этой целью я и докупила вот эти два средства. Итак, первое, что я взяла, это была Леврана, мицеллярная вода с ромашкой. Взяла ее, потому что у нее натуральный состав, и она достаточно недорого стоила. Так что буду скоро проверять, как моя кожа будет реагировать на натуральный уход. И второе, что я взяла, это пенка для умывания от бренда Сатива, пенка номер 53. Данную пенку я тоже взяла, так как у нее хороший состав. Вообще, бренд Сатива очень любят блогеры, которые топят за натуральную косметику. И также косметологи, которые работают преимущественно на натуральной косметике, тоже очень любят советовать бренд Сатива. Поэтому взяла вот эти два натуральных средства. И как-нибудь потом вам, конечно же, расскажу результаты. И, конечно же, давайте вскроем палеточку. Как вы могли уже увидеть и догадаться, это палетка от бренда Lime Crime Venus XL2. Вот так выглядит сама палеточка. Именно ее я так долго ждала и так долго хотела. Я сначала вообще очень удивилась тому, когда вышла эта палетка. Удивилась этой странной зеленой гамме. Думала, да кому она вообще понравится. Потом появились первые отзывы, где люди сказали то, что палетка действительно нравится, что она классная. Но примерно год прошел, может полтора с тех пор. И меня она так и не трогала. Пока в один момент у меня что-то не шарахнуло по башке. И я не решила то, что мне нужна эта палетка. И вот я смотрю на эту зеленую гамму и радуюсь. Мне настолько надоела вся эта рыжая-розовая гамма, сказала девушку с рыжим макияжем, что захотелось вот чего-то такого. Я взяла, собственно, данную палетку именно на Wildberries, потому что там на нее была солидная скидка. Так, эта палетка стоит примерно 5000 рублей, а на Wildberries была скидка на эту палетку и плюс была моя персональная скидка. И таким образом я взяла эту палетку примерно за 3700-3800, что очень даже приятно. Давайте сделаем пару свочей этой палетки, потому что она настолько мило, красиво выглядит, что, на мой взгляд, здесь без свочей просто нельзя обойтись. Вот я просвочила три шиммерных оттенка. На самом деле, пока что по консистенции мне кажется, что шиммеры достаточно суховатые. И пока что я совсем не поняла, чему так все восторгаются. Но, согласитесь, надо сначала, конечно же, нанести данные тени на себя, прежде чем что-то подобное вообще утверждать. Еще один шиммер, тоже зелененький. И знаете, несмотря на то, что кажется, что данные шиммеры суховаты по текстуре, на самом деле наносились они на свочи очень даже легко. То есть они буквально чуть ли не перепрыгивали сами на мою кожу и мне не приходилось 30 раз их наслаивать сейчас для этих свочей. Так что, быть может, и все с этими тенями хорошо. В общем, их наверняка нужно пробовать сначала, прежде чем что-либо утверждать. А вот здесь вот я сделала уже в свочи матовых оттенков. Матовые оттенки, конечно, по-моему, шикарные. Они даже на свочи на несклисть настолько просто, легко, настолько пигментированно. Просто безумно красивые цвета. И я сейчас смотрю на эти цвета, и знаете, они все такие сложные. Нельзя сказать то, что этот цвет, он какой-то банально простой. Все цвета какие-то многогранные. Даже на сводчих это видно. Вот этот вот красивый шиммер, он не только зеленый. У него как будто бы есть немножечко такой светлый какой-то дуахром. Здесь в коричневом шиммере тоже какой-то дуахром прослеживается. И как будто фиолетовое сияние, фиолетовые вкрапления. Вот этот вот шиммер, который вообще кажется каким-то никаким, на самом деле на свету рефлексирует. Вот как у Huda Beauty, немножечко таким, знаете, зеркальным сиянием. Матовый тоже сложный, розовый, красивый. Он насыщенный, он глубокий. Вот этот нежно-зеленый, он тоже в жизни смотрится очень, таким, знаете, многогранным тоже. И вот этот зеленый очень, на самом деле, красивый. Ну, блин, просто потрясающая гамма. Вот, ну, не зря блогеры говорили то, что данная палетка намного опережает свое время. Потому что ее цвета, они восхитительные. Их таких цветов нет больше нигде. Дальше давайте вскроем посылочку от Beauty Bay. Здесь будет долгожданная палетка от Анастасии Беверли-Хиллз. Можете поставить видео на паузу и угадать в комментариях, какая будет эта палетка. И также здесь будет крем под глаза. Итак, крем под глаза. Это крем от Марио Бодеско. Очень сильно рекомендовал данный крем Марк Кауфман. Он во многих своих видео про бюджетный уход рекомендовал данный крем как один из лучших для зоны под глазами. Но, честно говоря, данный крем я бы не назвала бюджетным. Вот здесь в инвойсе я вижу то, что крем стоит 1352 рубля. 1300 рублей, согласитесь, это все же не бюджетно. Бюджетно это до 500 рублей или хотя бы до 1000, а тут 1300. Ну, не знаю. В любом случае, крем нужно проверять, смотреть. И когда-нибудь я вам о нем, конечно же, тоже расскажу. А палетка теней оказалась палетка от Carly Bible. Я ее взяла тоже на скидках. Она мне обошлась 2800 рублей. На самом деле, когда вышла данная палетка, я совсем не хотела ее покупать тоже. Почему я не хотела ее покупать? Во-первых, мне приелась уже Анастасия Беверли Хиллз, потому что тогда она выпускала палетку за палеткой. Но, честно говоря, немного подумав, я решила, что эта палетка мне нужна. Здесь очень красивый оттенок мандала. Такой сиренево-розовый. Я знаю, я знаю, что он полупрозрачный, что он не будет настолько пигментированным, как я люблю. И как мне хочется. Но все же в этой палетке очень красивая, немного нюдовая, но интересная гамма. Здесь много сияшек, поэтому я решила, что она мне нужна. Первое, что я могу отметить в этой палетке, честно говоря, это упаковка. Потому что упаковка... Не могу согласиться с блогерами, что она красивая или что она хорошая. В других палетках Анастасии Беверли Хиллз хорошая упаковка. К ней нет никаких претензий. Но здесь какая-то картонка. Причем она очень некачественная. И когда я беру ее в руки, она очень жесткая. Она жестко открывается. В общем, честно говоря, упаковка здесь прямо-таки говеная. Анастасия Беверли Хиллз обычно делает лучшие упаковки. А смотрится это сейчас, откровенно говоря, не как люкс. И чувствуется в руках это не как люкс. Давайте, конечно же, просвотчим эту палетку. Потому что цвета здесь нереально красивые. И, конечно же, хочется запустить туда свои ручоночки. А вот и свотчи этой палетки, конечно же, я нанесла в первую очередь сияшки. Потому что сияшки это самое интересное. Ну, блин, на мой взгляд, очень даже на самом деле крутые оттенки. И крутое качество. Все оттенки не были сухими. Они наносились именно как маслица. И даже оттенок мандалаза, который я переживаю больше всего, смотрится, по крайней мере, на свотче достаточно пигментированным. Конечно же, то, что он смотрится пигментированным на свотче, не означает, что он будет таким же на глазах. Но это, по крайней мере, многообещающе. И что уже я замечаю, например, по оттенку Libra, вот этому красивому коричневому, такому серому, то, что тени эти достаточно рыхлые. И они будут, наверное, осыпаться все же чуть больше, чем в других палетках. И также давайте обязательно просвотчим несколько матовых оттенков. Здесь достаточно интересные матовые. Они, с одной стороны, простые. Но, с другой стороны, есть такие оттенки, которые, например, я в других палетках не встречала. Например, вот этот вот розовато-сливовый оттенок, который называется Байбл. Это достаточно уникальный оттенок. Я такой, по крайней мере, немного где встречала. У него именно такая особенность, то, что он, смотрите, он такой многогранный. Он одновременно и розовый, и сливовый. И какая-то серость в нем есть. То есть этот оттенок, он достаточно нетривиальный. И встречается он не везде. Вот этот оттенок рыженький тоже очень, на самом деле, красивый. Хорошо подойдет, блин, в складку. И очень хорошо сочетается со всеми остальными оттенками в палетке. И также очень интересный вот такой вот коралловый оттенок Синди. И теперь пришла пора вскрывать посылку от L'Etoile. На самом деле, я удивлена тому, насколько это большая коробка. Вот, посмотрите. Потому что заказала я всего три средства вот такого размера. И на кой черт нужно было их упаковывать в такую огромную коробку. Серьезно. Просто зачем? Ну, как я и предполагала. Вот, зацените, пол коробки пустые. Даже не половина, это большая часть коробки пустые. Ну, зачем? У вас что, не было коробки меньшего размера или тваль? Серьезно? Окей. Пакетик. И все средства, что я заказала. Итак, заказала я здесь три средства от бренда The Balm. Это хайлайтер Mary Lou, это бронзер Bagama Mama и также это румяна Hot Mama. Вы можете меня спросить, на кой черт мне все эти средства? Что, у тебя мало хайлайтеров, бронзеров, румян? Нет, на самом деле у меня их достаточно много, так что хватит на всю жизнь. Но я выбрала именно эти три средства, потому что в них нет талька. Итак, давайте, пожалуй, начнем с хайлайтера Mary Lou. Это самый знаменитый, самый интересный хайлайтер. Все ему уже давным-давно поют оды. И давайте мы с вами тоже его просвочим и посмотрим. Вот такой вот золотистый, нежный, приятный здесь оттеночек. Очень симпатичный хайлайтер. Единственное, чего я опасаюсь, это того, что он может подчеркивать текстуру кожи. Но, судя по отзывам, хайлайтер данный чуть ли не идеален, поэтому подобных проблем быть не должно. Второе средство, это румяна Hot Mama. Вот так они выглядят. Все очень забавные упаковочки, конечно, у The Balm. И вот так они выглядят. Очень маленькие, очень симпатичные румяшки. И, насколько я поняла, это румяна Slash Highlighter. То есть у них в составе даже видно по рефилу, что они немножечко перламутровые и они с сиянием. Давайте их, конечно же, тоже просвотчим. Очень, очень они красивые на свотче, очень интересные. И, знаете, они чем-то похожи на румяна от Nars в оттенке Orgazm. У них тоже такое же красивое розовое, немножечко с капелькой персика оттенок. И там тоже идет похожее сияние, похожий перелив. И последнее средство, которое я взяла у The Balm, это бронзер Bagama Mama. Тоже, конечно же, без талька, что очень важно, потому что бронзер я всегда использую очень активно. И именно на тех зонах, где у меня хайлайтер, румяна и бронзер, у меня особенно появилась текстура. Поэтому будем смотреть. Ой, ой, как же он пылит. У бронзера приятный оттенок, он, конечно же, тепловатый, но вполне возможно то, что на коже он будет уходить в такую приятную натуральную тень. Но это пока не точно. Единственное, что меня смутило, как вы уже заметили, то, что когда я набирала этот бронзер, он достаточно сильно распылился. Появилось много пыли и осыпашек непосредственно в рефиле и также набралось очень много на палец. Так что вполне возможно, что при использовании данного бронзера я буду сначала стряхивать кисть, а потом уже использовать, а потом уже наносить данный бронзер на лицо. Дальше давайте вскроем посылочку от Ozone. Здесь у меня тоже лежит палетка теней. Тот, кто решил то, что на Beauty Bay я заказала палетку Saltry, тот, видите, ошибся. Я заказала Carly Bible, но мне Saltry не дает покоя. Я знаю, что она уже, я знаю то, что эта палетка теперь лимитка, она распродается и больше не будет выпускаться. И сначала я хотела взять именно Saltry, но потом я решила то, что, блин, это лимитка, даже если она мне понравится. И если она мне понравится, то я не смогу ее включить ни в одну рубрику и вам показать, потому что вы ее потом не сможете купить. Честно говоря, именно для бьюти-блогера это какое-то сомнительное приобретение, когда ты можешь трясти палеткой, но никто потом не может ее найти. Поэтому я решила взять ее аналог, палетку от Makeup Revolution. Она точь-в-точь такая же по цветам. Если вы сравните вот эту палетку и Saltry, то вы увидите то, что они практически одинаковые. Единственный вопрос только в том, одинаковое ли здесь качество, действительно ли эта палетка будет достойна того, чтобы ее носить на себе, чтобы ее постоянно использовать. Либо же, быть может, она окажется не очень и аналогами это назвать будет нельзя. Но, по крайней мере, меня удешает та мысль, что палетку от Makeup Revolution точно можно купить. Они есть в золотом яблоке, они есть на Азоне, там же, где я приобрела. Причем на Азоне она есть в нескольких экземплярах. Почему-то в одном товаре она на Азоне распродана, но вдруг вы листаете Makeup Revolution, листаете-листаете их средства и находите точь-в-точь такую же палетку, но которая уже есть в наличии. Очень странная история, но как есть, так есть. Вот так выглядит палетка внутри. Очень красивые, интересные цвета. Мне очень нравится то, что палетка такая минималистичная. Здесь минимум всего, минимум расстояния между рефилами. Это просто набор рефильчиков и ничего лишнего. Она маленькая, она тоненькая, она не займет много места и она будет очень легко помещаться в любую косметичку и не занимать много места на полке. Зачем вообще мне данная палетка? Дело в том, что у меня было видео отдельное про палетки Анастасии Беверли-Хиллз. Там я рассказывала про все палетки, что есть у меня и что вообще, на мой взгляд, можно приобрести у Анастасии Беверли-Хиллз. И там я рассказывала про палетку Soft Glam, которая у меня есть. Мне очень нравятся там матовые оттенки, но мне совершенно не подходят там шиммеры. На мне они смотрятся как-то очень странно. И немного подумав, я решила то, что шиммеры из палетки Saltri мне подойдут больше. Но так как Saltri уже лимитка, то взяла я именно эту палетку. Давайте здесь сделаем несколько свочей. Здесь, как вы видите, гамма очень натуральная. Это скорее нюдовая палетка, на мой взгляд. Но при этом она достаточно интересная. Здесь можно сделать как дневной нюдовый макияж, так и что-то очень интересное и вечернее. Очень-очень сухая формула, честно говоря. Я только-только ткнула пальцем в эти шиммеры и уже почувствовала, насколько они сухие. Но, но, спешу реабилитировать палетку. Когда я сейчас наношу свочи, оказывается то, что формула достаточно кремовая. Но, честно говоря, все-таки нанесение здесь не такое, как у Анастасии Беверли-Хиллз. У Анастасии Беверли-Хиллз тени могут быть рассыпчатыми, они могут быть рыхлыми, но при этом они все наносятся как масло. Они очень хорошо наносятся буквально с одного раза. Здесь же формула более сухая. Она менее рыхлая. У меня нет никаких осыпашечек, у меня нету даже в рефиле никаких крошек этих теней. Но при этом, заметьте, они хоть и мягко наносятся, их нужно несколько раз наслоить. Вот эти свочи я сделала сейчас при наслоении раза два. И некоторые рефилы здесь все-таки чуть более кремовые, некоторые чуть более пигментированные. С некоторыми нужно все-таки чуть больше постараться и несколько раз их наслоить, чтобы чего-то интересного добиться. И вот голубой оттенок я сюда тоже добавила. И последнее, что нам нужно вскрыть, это вот такую посылочку от бренда Alex Skin. Это не я покупала, это мне прислал уже бренд на обзор, предупреждаю сразу. Но я всегда всем брендам, которые хотят мне что-то прислать, пишу то, что мое мнение всегда честное. И я буду рассказывать о продукте только... и я буду рассказывать о средстве только правду. Очень, кстати, приятно чем-то пахнет. Наверное, немного странно нюхать посылки, но извините, я человек запах. Лично для меня запах косметики всегда играет очень-очень важную роль. Несмотря на то, что на самом деле запах это плохая вещь в косметике, потому что на подобные ингредиенты может возникнуть у человека аллергия. Но, блин, ну я вот такой человек, который чует приятный запах, все, меня несет уже в ту же сторону, откуда этот запах разносится. Здесь нам вложили такую симпатичную карточку. И что же у нас за маска? Что за маска? Давайте посмотрим. Ага, вот она маска, такая симпатичная, она называется Pure and Shine. И это маска мгновенный антистресс для тусклой кожи лица. Маска должна выравнивать цвет лица и также придавать коже сияние. Вот такая симпатичная коробочка. И дальше, насколько я понимаю, внутри должна быть сама маска и также кисть. А где же кисть? А, внизу кисть. Вот, смотрите, вот такая здесь кисть для нанесения, собственно, данной маски. Здесь очень мягкий, нежный ворс. И у самой маски очень интересное оформление. Вот, посмотрите, она такой странной формы, но при этом, согласитесь, выглядит очень забавно. Кстати, очень приятная упаковка. Она матовая, но при этом она тактильно приятная. В общем, не знаю, мне очень заходит вот эта упаковка. Вы только посмотрите, она такой странной, но интересной геометрической формы со сглаженными углами. Мне кажется, то, что дизайнеры постарались на ура. Это очень и очень красиво смотрится. Внутри есть защитная крышечка. И вот так маска выглядит внутри. Вот он, вот он, откуда запах-то шел, вот он. Очень приятный, нежный запах. Он именно такой, знаете, нежно-сладковатый запах сладких ягод, я даже так скажу. Но при этом запах очень ненавязчивый, что очень хорошо. Мне, знаете, напоминает данный запах смесь малины и голубики. Вот странное такое сочетание, но как есть. В общем, маску обязательно нужно пробовать. И когда-нибудь в ближайших видео я вам, конечно же, расскажу про результат. Ну что ж, а на этом все. Большое спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Очень надеюсь, что оно вам понравилось. Если это так, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока!